Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Грубанова и в начале коротко о главных событиях к этому часу. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан с государственным визитом в международном аэропорту Гейдар-Алиев, где развивались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул. В ходе совершенной армянами провокации ранения получил военнослужащий азербайджанской армии Смет Назаров. Об этом сообщает Миноборона Азербайджана. Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом начать диалог о безопасном и достойном возвращении изгнанных из Армении азербайджанцев. В очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через пограничный пропускной пункт Лачин. Около 60 человек беспрепятственно проследовали из Ханкенди в направлении Герусского района Армении. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на этой неделе посетит Багдад и Эрвиль, где приведет встречи с руководителями Ирака, а также иракского Курдистана. А теперь подробнее. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В международном аэропорту Гейдар-Алиев, где развивались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Затем президент Узбекистана и его супруга посетили аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифе Алиевой. Гости также посетили аллею героев. Шавкат Мерзиёев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь». Отметим, что визит президента Узбекистана в Азербайджан продлится два дня. В рамках визита в Азербайджан запланирована встреча на высшем уровне, а также посещение освобожденных территорий Азербайджана. Связи между Азербайджаном и Узбекистаном развиваются по многим направлениям, но особое место занимает экономическое сотрудничество. Главы обоих государств не раз подчеркивали необходимость реализации общих проектов в нефтегазовой отрасли, автомобилестроении, энергетическом секторе, химической промышленности и сельском хозяйстве. За последние несколько лет число совместных предприятий и проектов увеличилось в несколько раз. Достигнутые договоренности подкреплены подписанием документов, охватившие практически все сферы экономики, показывает новый уровень стратегического партнерства между Баку и Ташкентом. В последние годы Азербайджан и Узбекистан поддерживают активные контакты в самых разных областях, опираясь на четко определенные стратегические приоритеты и ориентиры, и проявляя заинтересованность в развитии экономического сотрудничества. Это можно назвать новым этапом развития тесных и доверительных отношений между двумя странами. Эксперты полагают, что потенциал для расширения экономического сотрудничества между Баку и Ташкентом как в государственном, так и в частном секторе огромен. В настоящий момент разрабатывается множество проектов, которые будут способствовать формированию благоприятного инвестиционного и делового климата и взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере торгово-экономического и инвестиционного обмена. По мнению представителей Министерства Узбекистана и Азербайджана, экономики двух стран имеют достаточный потенциал для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли выросли до 1 миллиарда долларов. С этой целью планируется, в частности, увеличить взаимные поставки востребованной продукции и создать площадки для прямых бизнес-контактов. Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном обладают значительным потенциалом. Нужно отметить, что страны являются фактически драйверами экономического развития в своих регионах. Если локомотивом экономического развития региона Южного Кавказа является Азербайджан, то то же самое можно сказать и по региону Центральной Азии в отношении Узбекистана. Вместе с тем мы видим, что показатели взаимной торговли растут. По итогам предыдущего года прирост составил более чем 50%, и цифры по взаимной торговле приблизились к 200 миллионам долларов за год. По мнению экспертов Азербайджана, Узбекский инвестиционный фонд вносит существенный вклад в дальнейшее укрепление экономического партнерства, в стимулирование инвестиционной активности, развитие связей между регионами и бизнес-сообществами двух стран. В число актуальных вопросов двусторонней повестки входит также развитие сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, особенно автомобильной, сельского хозяйства, транспорта и транзита, здравоохранения, туризма, культуры и образования. Соглашение здесь, конечно, о создании инвестиционного фонда имеет немоважное значение, воздействующее положительно на все отрасли экономики, как Азербайджан, так и Узбекистан в целом. Надо отметить к месту, что в различных сферах экономики имеется положительная экономическая статистика, и здесь надо сказать, что, конечно, это будет воздействовать на весь мировой процесс, соответственно, двух национальных экономик, как Азербайджана, так и Узбекистана. Власти Узбекистана не раз подчеркивали, что полностью поддерживают территориальную целостность Азербайджана и планируют принять активное участие в возрождении освобожденных территорий, в частности, в реализации проекта «Зангизурский коридор». Ключевое место в сотрудничестве Баку и Ташкента занимает и обсуждение мер по развитию партнерства в транспортно-логистической сфере. К примеру, в прошлом году общий объем грузоперевозок между двумя странами вырос более чем на 65%. Азербайджан и Узбекистан расположены на важных стратегических транспортных, логистических здесь артериях, территориальных артериях, и это дает расположение к тому, что грузоперевозки, а именно экспортные импортные операции между странами будут иметь неволожное значение с тем, чтобы, конечно, увеличить объем поставленной продукции на сегодняшний день, что имеет неволожное значение вливание национальной экономики в мировое хозяйство. Необходимо отметить, что все это послужит дальнейшим увеличением объема грузоперевозок через Азербайджан и стран Центральной Азии. Открытие Зангизурского коридора существенно повысит эффективность среднего коридора, и, соответственно, с открытием Зангизурского коридора значительно увеличится объем грузоперевозок по среднему коридору, связав тем самым Тюркский мир с Центральной Азией и нарастив тем самым, надо как бы сказать, Каспийский регион на основе транспортно-логистических хабов. Баку и Ташкент могут предоставить друг другу уникальные возможности по обеспечению доступа на новые рынки. Только вследствие географического расположения Узбекистан может обеспечить Азербайджану выход на азиатские рынки, а Азербайджан – доступ к Узбекистану на рынки Европы. Заключенные же странами соглашения еще больше расширяют перспективность сотрудничества. Азербайджан и Узбекистан активно укрепляют стратегическое партнерство. В рамках этого взаимодействия стороны регулярно проводят различные встречи и мероприятия. Одним из них стал состоявшийся в Баку Азербайджано-Узбекский бизнес-форум. В мероприятии приняли участие представители различных государственных структур обеих стран, а также предприниматели, работающие в сферах сельского хозяйства, пищевой и текстильной промышленности и в других областях. В ходе форума было обсуждено углубление сотрудничества в различных сферах экономики. Подписан ряд документов. Важным элементом внешней политики Азербайджана является укрепление сотрудничества с государствами Центральной Азии. Этот подход является ключевым в свете текущей геополитической обстановки. Одним из государств, отношения с которым имеют стратегическое значение, является Узбекистан. Стороны придают особое внимание, в том числе укрепление экономических отношений. Так в Баку состоялся Азербайджано-Узбекский бизнес-форум. Участники встречи были проинформированы о благоприятной инвестиционной среде Азербайджана, реализуемых экономических реформах, действующих в стране промышленных зонах, свободной экономической зоне Аляд, проектах на освобожденных территориях, а также возможностях для инвесторов. По словам министра экономики Азербайджана Микаэла Джабарова, сотрудничество с Узбекистаном носит многовекторный характер и охватывает самые разные секторы экономики, реализуются совместные проекты, осуществляются взаимные инвестиции. Более 160 подписанных документов между Азербайджаном и Узбекистаном, в том числе декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, создают прочную двустороннюю договорно-правовую базу. Азербайджан-Узбекский инвестиционный фонд внесёт существенный вклад в дальнейшее укрепление экономического партнерства, стимулирование инвестиционной активности, развитие связей между регионами и бизнес-сообществами наших государств. Стремительное развитие отношений стран оказывает позитивное влияние на торговую динамику. Однако существует большой потенциал для увеличения торгового оборота, и в этой сфере важна интенсификация инициатив. Взаимный товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном по итогам прошлого года увеличился в шесть раз, а с начала 2023 года – ещё на 40%. Таким образом, реализуется поставленная главами государств задача довести показатель до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы, в том числе за счёт увеличения взаимных поставок фармацевтической и нефтехимической продукции, пластмассовых изделий, полимеров и продукции горнорудной промышленности. Ещё одним перспективным направлением взаимодействия обозначена промышленная кооперация. За последние годы количество совместных предприятий выросло в четыре раза. На сегодняшний день в Узбекистане функционируют свыше 200 предприятий с азербайджанским капиталом. Стратегический подход глав Азербайджана и Узбекистана вносит значимый вклад в развитие всестороннего сотрудничества между нашими странами, имеющими общие исторические корни и ценности. Укрепляется двустороннее торгово-экономическое партнёрство. На фоне расширения связи большое значение имеет организация деловых встреч предпринимателей, изучение новых направлений и возможностей для сотрудничества и реализации совместных проектов. Благоприятная бизнес-среда Азербайджана является привлекательной для узбекских предпринимателей и придает им путь развитию партнёрства. По итогам форума между Азербайджаном и Узбекистаном были подписаны документы о сотрудничестве в области металлургии, энергетики, фармацевтики и прочих сферах. Кроме того, был подписан договор об участии «Узбекнефтгаза» в нефтегазовых проектах в Азербайджане, а также соглашение о сотрудничестве между госнефтекомпанией «Сокар», Министерством горнодобывающей промышленности и геологией Узбекистана и «Узбекнефтгаз» по участию «Сокар» в нефтегазовых проектах в Узбекистане. Нармина Хамбабаева, Сабина Мурадова, CBC. Перспективные направления развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном обсудим с гостем Руханом Ёлчуевым, директором аналитического центра STEM. Он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какие вопросы расширения сотрудничества, стоящие на повестке дня сегодня, можно назвать наиболее важными и перспективными? Ну, вы знаете, позитивная динамика вообще отношений последних лет демонстрирует совершенно новый уровень взаимодействия между Азербайджаном и Узбекистаном. Президент Азербайджана Ильдам Алиев трижды посещал в прошлом году Узбекистан. Президент Узбекистана господин Шавкат Мюзьёев был в Азербайджане. И вот это нынешний визит, это первый государственный, официальный государственный визит президента Узбекистана, зарубежный визит президента Узбекистана после переизбрания на последних президентских выборов. И что говорит уже о уникальных отношениях, сложившихся между нашими странами. Что касается углубления отношений, то в июне прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Узбекистан с государственным визитом. И по его итогам была подписана декларация об углублении стратегического партнерства и наращивания всестороннего сотрудничества, ну и другие документы. Это достаточно важный документ. И были обсуждены вопросы о налаживании сотрудничества, направленном на углубление сотрудничества в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства, туризма и других направлениях. Узбекистан и Азербайджан, в принципе, тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках разных организаций, в рамках ООН, в рамках организаций тюркских государств, в рамках СНГ. Но особое место в наших отношениях занимает торгово-экономическое сотрудничество. На территории Узбекистана сегодня функционирует порядка более 200 предприятий с участием азербайджанского капитала. Из них более 150 предприятий со 100% азербайджанским капиталом. Основным моментом взаимоотношений в условиях глобальной геополитической турбулентности в мировой политике и в экономике, в условиях глобального экономического кризиса страны наращивают отношения в плане логистической сферы. И поэтому в этой связи приоритетными темами в ходе государственного визита господина Мерзиоева, я думаю, ключевой темой будет развитие транспортно-логистических связей между нашими странами, которые рассматриваются в качестве драйвера для роста экономики. Ну и в принципе нынешние геополитические, экономические реалии в целом открывают перед нашими странами очень большие исторические возможности, складываются благоприятные перспективы для превращения возможных договоренностей в качество связующего стратегические поясы Евроазии, мощное транспортно-логистическое звено в мировой цепочке производства и поставок. А если точнее выразиться, Азербайджан и Узбекистан наращивают потенциал именно среднего коридора, Узбекистан строит в порту Алят грузовой терминал. Учитывая вообще высокую заинтересованность нашей страны в развитии транспортного и транзитного потенциала, я думаю, будут предприниматься усилия в продвижении мультимодального транспортного коридора стран азиатско-тихоокеанского региона, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, порты Каспийского моря, Азербайджан, Грузия и дальше в Турцию и страны ЕС. Другой момент. Узбекистан всегда поддерживал Азербайджан на всех площадках, в частности по очень важным для нас, для Азербайджана потенциал Карабахского конфликта. В 2008 году на Генассамблее ООН во время голосования о ситуации на оккупированных территориях Азербайджана Узбекистан стал единственной страной Центральной Азии, которая поддержала позицию Азербайджана тогда еще. А во время Второй Карабахской войны, 44-дневной войны, Узбекистан полностью поддержал Азербайджан. После уже окончания войны Ташкент заявил о своих намерениях принять участие в обустраивании Карабаха. То есть официально Узбекистан в Физулинском районе построил среднюю школу. И внес свою лепту в постконфликтный период. Я думаю, отношения будут развиваться. Узбекистан очень важная страна, это братская страна. У нас огромный потенциал. Торговый оборот у нас в прошлом году составил более 180 миллионов долларов, что на больше 50% от 2021 года. Но и, как мы знаем, страны намерены увеличить торговый оборот до 1 миллиарда долларов, на что есть действительно очень хорошие возможности. Ну и, в принципе, после вообще прихода во власть в Узбекистане господина Мерзьёва, там произошли очень современные реформы в сфере экономики, открылись широкие возможности для бизнеса. И азербайджанский бизнес также пользуется теми возможностями, которые там создаются. Очень много компаний в разных сферах готовы инвестировать в Узбекистан. У нас также очень хорошие сейчас налаживаются связи в сфере туризма, в сфере культуры. В этом году были открыты прямые рейсы Баку с Анаркантом, что тоже внесло свою лепту для развития туристических связей. Помимо прочего, есть очень хороший потенциал для развития в сфере военного сотрудничества. И в последних числах июля на полигоне Черчик Ташкентской области с участием военнослужащих Азербайджана и Узбекистана проходили тактические командно-штабные учения УЗАС-2023. Это первые подобного рода учения азербайджанских и узбекских военных, проведенные в рамках плана по развитию военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами. И в целом мы знаем, что Узбекистан очень тесно тоже изучал опыт Азербайджана во время 44-дневной войны. И они заинтересованы тоже в реформах своей армии. В этом плане будут использовать опыт Азербайджана. Азербайджана, действительно, потенциал для сотрудничества, для расширения связей весьма большой. Большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы. Я отмечу на прямой связи со студией был Орхан Йолчуев, директор аналитического центра STEM. Продолжаем выпуск. Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, установили в Карабахском экономическом районе устройство технического наблюдения и прослушивания с целью проведения террористической диверсионной деятельности против подразделения азербайджанской армии, сообщает Миноборона Азербайджана. В результате принятых накануне мер по обеспечению безопасности военнослужащих были выведены из строя около 30 технических средств наблюдения и прослушивания, принадлежащих незаконным армянским вооруженным формированиям. Деятельность в этом направлении продолжается. Тем временем армянская сторона не прекращает провокации. В результате одной из них военнослужащий азербайджанской армии Эсмет Назаров получил легкое ранение. Раненому была оказана первая медицинская помощь. Он был доставлен в военно-медицинское учреждение. Оборонное ведомство сообщает, что угрозы для жизни военнослужащего нет. Вся ответственность за последствия провокации совершенных противников лежит на военно-политическом руководстве Армении. Сегодня также в полдень подразделения вооруженных сил Армении с позицией в направлении населенных пунктов Басаркечасского района подвергали обстрелу позиций азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кельбаджарского и Кедабекского районов. Как сообщает Минобороны, подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях. Кроме того, сегодня ранним утром незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Худжалинского и Агдамского районов. В результате неотложных мер, принятых подразделениями армии Азербайджана, работы были немедленно остановлены. В ходе операции по разминированию, проводимых агентством по разминированию Азербайджана, в заброшенных жилых домах на территории села Булутан Худжавинского района были обнаружены самодельные взрывные устройства. Как сообщает Анамо, в хозяйственном строении, примыкающем к жилому дому среди кучи дров, была обнаружена одна боеголовка ракеты ПГ-7Л и самодельное взрывное устройство. Помимо этого, были обнаружены самодельная ловушка, изготовленная из соединения ручной гранаты и мины, выпрыгивающая противопехотная мина ОЗМ-72. Все это было спрятано и установлено таким образом, чтобы нанести наибольший ущерб гражданскому населению. Агентство по разминированию Азербайджана просит граждан не посещать незнакомые территории, не прикасаться к подозрительным предметам. На погранично-пропускном пункте Лачин в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкинды-Гюрус. Сегодня в погранично-пропускном пункте в направлении Армении перешли около 60 человек. Свободный переход этих лиц был обеспечен после проверки документов. Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через погранично-пропускной пункт и доказывает, что утверждения Армении о якобы блокаде Азербайджана-Молочинской дороги являются ложью и клеветой. Возбуждено уголовное дело в отношении лица, пропагандирующего сепаратизм в Карабахе. Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана провело расследование относительно видеообращения человека в военной форме, проживающего в городе Ханкинды, который разместил сообщения на русском языке в Телеграм и других информационных интернет-ресурсах 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Отмечается, что в видеообращении житель Ханкинды открыто заявлял, что является командиром незаконно созданного им вооруженного формирования под названием «Сила самообороны». Называя азербайджанцев врагами, призвал лиц армянского происхождения, проживающих в Ханкинды и близлежащих населенных пунктах, объединиться против азербайджанцев. На основании этого 22 августа Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям «Создание вооруженных формирований и группы возбуждения национальной вражды» Уголовного кодекса Азербайджана. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия. Главарь карабахских сепаратистов Раик Рутинян обещал, но не подал в отставку. Это вывело из себя другого преступника, криминального олигарха Рубера Варданяна. Разногласия между представителями фейкового режима набирают обороты. Подробнее в следующем материале. Идеология Мияцума идет ко дну, а крысы бегут с тонущего корабля. В то же время армянские сепаратисты продолжают грызню между собой. Настоящая война двух лысых за расческу. К теперь уже открытой конфронтации перешли главные лица преступной шайки в Ханки-Анде. Самопровозглашенный президент Раик Рутинян и некогда именовавший себя госминистром сепаратистской хунты Рубен Варданян. Беглый российский миллиардер, оказывается, надеялся на отставку Рутиняна, так как последний, по словам криминального олигарха, еще в начале прошлой недели пообещал подать в отставку, но затем всех переиграл и отказался от своих слов. Раик Рутинян говорит разным людям разные вещи. В начале недели вы говорили, что подадите в отставку, и вас не нужно уговаривать, поскольку вы уже приняли решение. Это больно, что слово первого человека уже не вызывает веры. Другим людям вы сказали, что на вас оказывается давление, и должность покидать вы не хотите. Вы каждый раз разным людям говорите разные вещи, и это неприемлемо. По сведениям армянских СМИ, от намерения подать в отставку Раика Рутиняна отговорили так называемые авторитетные лица сепаратистского режима. Однако тема отставки еще не полностью закрыта. Переехавший из России в Карабах преступный олигарх Рубен Варданян заявил о намерении добиться свержения представителя фейкового режима, которому он и сам не так давно принадлежал. К сожалению, вы, Раика Рутинян, не смогли стать ни лидером, ни главнокомандующим. Вы верите только в то, что деньгами и должностью можно всем управлять. Вы ошибаетесь, и это идет от вашего образа действий. Знаете, вы не сможете бесконечно обманывать всех. К удивлению нашлись и те, кто вступился за главаря карабахских сепаратистов. Некий Карен Мативасян, проживающий в городе Ханкянды, объявил о создании отряда боевиков в Карабахе. Группа бандитов первым же делом попыталась проникнуть в так называемый парламент и потребовать разъяснений о дальнейшей судьбе Рутиняна. Самому Мативасяну удалось лично поговорить с Раиком, и тот пожаловался на то, что его оставили одного и обвиняет во всех неудачах фейкового режима. К слову, так называемый отряд Мативасяна в самом стане оппозиционных сепаратистов считает не более, чем личной охраной Раика Рутиняна. Узнав о том, что президент хочет подать в отставку, и что причиной данного решения являются неспособность и нежелание политических деятелей объединиться и принять правильные решения, я обратился к своим командирам, командирам отрядов и подразделений, объяснив сложившуюся обстановку. Мы решили собраться на площади. Позже Карен Мативасян заявил, что берет на себя ответственность со своей группой бандитов за организацию управления Карабаха. Он также призвал карабахских армян вести борьбу против азербайджанцев. В свою очередь, Генпрокуратура Азербайджана уже возбудила уголовное дело по созданию вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством. В то же время, известная армянская газета «Грапарак» утверждает, что нового бунтаря в Карабах направил сам премьер-министр Армении Никол Пашинян. По данным издания, армянский премьер использует Мативасяна в случае форс-мажорных разногласий между главарями сепаратистского режима. Вместо того, чтобы должным образом оценить призыв общины Западного Азербайджана к диалогу, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлениями, отрицающими права азербайджанцев на возвращение. Об этом говорится в письме, направленном общиной Генеральному секретарю ООН с призывом остановить деструктивные шаги армянской стороны. Секретариат ООН распространил данное письмо Генеральному секретарю ООН и премьер-министру Армении в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета ООН. Ранее концепция возвращения, в которой указаны основные принципы деятельности общины Западного Азербайджана, также была опубликована в качестве официального документа ООН. Благодаря этому мировое сообщество было достоверно проинформировано о целях и принципах деятельности общины, а также о том, что инициатором диалога является именно община Западного Азербайджана. Венгерские компании примут участие в реконструкции села Сулатанлы на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиарта. По его словам, реконструкцию проведет консорциум венгерских компаний, одобренный правительством Азербайджана. Работы по восстановлению начнутся уже в следующем году. Сиарта также добавил, что Венгрия и Азербайджан вывели свое энергетическое сотрудничество на новый уровень для транспортировки газа посредством контракта на хранение. Это знаменует собой значительный шаг в нашем двустороннем стратегическом сотрудничестве. Венгрия и Азербайджан инициировали соглашение о поставках газа, предусматривающее хранение 50 миллионов кубометров газа в Венгрии. И подача газа уже началась. Это событие рассматривается как позитивный вклад в энергетическую безопасность Венгрии. В сегодняшних геополитических, мировых экономических и энергетических условиях Турция играет ключевую роль. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарта во время визита президента Турции Реджеп Тайпа Эрдогана в Будапешт. Стороны выразили готовность углублять сотрудничество в ряде направлений. Турция и Венгрия достигли значительного прогресса во всех сферах двусторонних отношений, заявил президент Турции Реджеп Тайпа Эрдоган, комментируя итоги переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. В воскресенье Эрдоган по приглашению Орбана посетил Будапешт для участия в торжествах, посвященных национальному празднику Венгрии, Дню Святого Иштвана. На двусторонних переговорах были рассмотрены вопросы полноправного членства Турции в Европейском Союзе, региональные и международные проблемы. В видеобращении по итогам встречи Виктора Орбана и Реджеп Тайпа Эрдогана министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарта подчеркнул значимость Турции как энергетического партнёра. «Мы завершили работу над соглашением с турецкой компанией «Ботаж», согласно которому в течение весны и лета следующего года мы закупим 275 миллионов кубометров природного газа у Турции. Значение Турции как транзитной страны, по территории которой газ из России и других государств поступает в Европу, возрастает в связи с предстоящим увеличением поставок топлива из Азербайджана и в перспективе возможной транспортировкой газа из Туркменистана. По этим причинам энергетическое сотрудничество между Венгрией и Турцией приобретает новое измерение». Сиарта также отметил, что на встрече Орбана и Эрдогана обсуждался конфликт в Украине и вопрос ратификации парламентами двух стран документов о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление этой скандинавской страны в Североатлантический альянс. Схожей позиции придерживается и Турция, которая долгое время блокировала членство Швеции, прежде чем снять свое вето в прошлом месяце. По мнению экспертов, это не первый случай, когда два государства выступают в качестве союзников. Венгрия имеет статус наблюдателя в организации тюркских государств, полноправным членом которой является Турция. Венгрия же поддерживает вступление Турции в Европейский союз с тех пор, как сама страна стала его членом в 2004 году. В 2018 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз был неискренним по отношению к Турции. Он также призвал ЕС решить, хочет ли он всеобъемлющего и глубокого сотрудничества с Анкарой или нет. Сейчас этот вопрос вновь приобрел актуальность. 10 июля президент Турции Режептай Бердоган заявил, что Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз. Между Турцией и Венгрией исторические прочные связи. В 2002 году, когда Турция вступила в НАТО, она получила поддержку со стороны Венгрии. Будучи членом Евросоюза, Венгрия также является страной-наблюдателем в организации тюркских государств. Исходя из официальных заявлений, Виктор Орбан и Режептай Бердоган, кроме двухсторонних отношений, обсуждали и вступление Швеции в НАТО. Хоть Турция и дала предварительное согласие, Эрдоган заявил, что если в Швеции продолжат проявлять неуважение к священному Корану, это решение может быть пересмотрено. Венгрии же ждет решение Турции. Будапешт также является важным посредником в отношении Ханкары и Евросоюза. Планируется, что президент Турции вновь посетит Будапешт 18 декабря. Тогда состоится заседание межправительственной комиссии по стратегическому сотрудничеству двух стран. Лили Гусейнли, CBC. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит визит в Багдад и Эрбиль с дипломатической миссией. Визит в Ирак запланирован с 23 по 27 августа. По информации турецких СМИ, визит Фидана нацелен на укрепление связей как с федеральным правительством Ирака, так и с региональным правительством Иракского Курдистана. Глава турецкого МИД проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками обеих администраций. Ранее пресс-секретарь МИД Ирака Ахмед Аль-Сахаф подтвердил, что программа Хакана Фидана в Багдаде включает встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Аль-Судани и министром иностранных дел Фиданом Хусейном. После своего пребывания в Багдаде глава Министерства иностранных дел Турции отправится в Эрбиль, где ожидается его встреча с премьер-министром Иракского Курдистана Масуром Барзани. Также в программу визита включены встречи с президентом Нечереваном Барзани и заместителем премьер-министра Кубадом Талабани. Страны нацелены на развитие двусторонних отношений по нескольким направлениям, в том числе развитие экономических и торговых связей. Одной из важных тем обсуждений станет вопрос борьбы с терроризмом. Также между Турцией, федеральным правительством Ирака и региональным правительством Иракского Курдистана должен состояться пересмотр договоров и соглашений, которые были заключены между странами ранее. Ирак для Турции является особым регионом. Страны объединяют долголетние истории отношений, а также географическая связь. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом CBC и слушайте нас на CBC-FM. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok